Флаг Российской Федерации, знамена частей округа. Весь зал встречает их стоя, в том числе и гимн страны, главный символ государства. Народ с почтением и благодарностью воспринимает героические подвиги воинов всех поколений россиян. Склоняем головы перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за Родину. С 1922 года этот праздник сменил много названий. День Красной Армии и флота, День Советской Армии, День Защитника Отечества. В понятие «защитник» входят все, кто служит в армии, служил или будет служить. Всех, кто готов в любую минуту встать на защиту своей страны. В частях и соединениях обновляются основные виды вооружения, повышается профессиональный уровень военной. История Уссурийского городского округа неразрывно связана с традицией воинства. На территории нашего городского округа несут военную службу люди разных профессий и национальностей. Но их всех объединяет высокая армейская выучка, профессионализм и преданность воинскому долгу. В День Защитника Отечества добрые слова прозвучали и для матерей, жен, сестер. Тех женщин, которые с мужеством ждут своих мужчин со службы. И, конечно, в адрес людей, которые в прямом смысле защищали Родину. Самые теплые слова благодарности и уважения в этот день я хочу сказать нашим дорогим и уважаемым ветеранам. Ваш героизм и воинская доблесть навсегда стали нравственным ориентиром для нас всех. Я обращаюсь к молодому поколению с призывом хранить славные воинские традиции. Ветеранов зал поздравил с особым уважением и почетом, стоя и несмолкаемыми аплодисментами. Все знают, есть такая профессия – Родину защищать.